Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей игры на 8 человек в Сидмерс Цивилизейшн 6, в которой я играю за Конго. Если вы смотрите её не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра, и не забывайте, что в комментариях запрещены несодержательные спойлеры, и оскорбления и наезды на игроков. На глючит, или там действительно уголь на озере? Где? Да, и... На спартой. Очень интересно. Точнее. Мне тоже показывают, и это, как это, производство с него идёт, да? И производство идёт, прикольно. Не, ну, в принципе-то, конечно, уголь-то может быть, но... Так, по логике, ну, как его добывать, почему с него должны производствоваться? Он работает, да, да. Сейчас попробую, кстати, отправиться. Так, лонгисты открыты уже у вас? Надо великого человека, Жака-Ива Кусто, взять. Не, плюс меня действительно действительно испугал то, что апостолами начало. Ты апостол, я на всякий случай взял. Ну, всякие, не всякие, я на всякий случай, ничего напал. Так, ну, я готов к команде. Раз, два, три. Ну, чё, Вишни, ты готов? Да, давай. Раз, два, три. Я подожду, пока ты сходишь. Беги, Форест. Он ещё и издевается, да? Так. Четыре минуты. Ай, я не знаю. Этого скаута. Хотя, чё мне его удалять? Хорошо стоит тут, всё смотрит. Так, аэродром я один строю. Или там, кстати, не аэродром, надо было взлётную полосу. О, а у меня есть как раз инженеры. На это дело. Или были. Я их всех уже использовал. Нет, вот, военный инженер есть. Взлётную полосу. Вот тут же там твоя армия идёт или нет? О, да. И армия. Конголезская? Она там есть? Он уже 900 настроен. Так, но меня волнует вопрос, не нападёт ли мне в спину японец. Ну, сейчас нет. А сейчас это сколько ходов? Да, я думаю, тут, наверное, до конца. Ну, я ничего не обещаю. Просто... Ну, а второй вопрос. Пойдёт ли твоя армия тоже на Египет? Ну, афины ещё не пали. Афины ещё не пали. Тут ещё заспавнилась эта пачка товарища. Сейчас мне это дольше будет занимать время. Ну, как бы, мне кажется, там проще попросить Рим, который реально сосед. Ты посмотри на Рим, какая у него армия и где он находится в развитии вообще. А, ну мы вместе, я так понимаю. У меня плохие. Мы там же, я там же, где и Рим. Где-то даже дальше, наверное. Слушай, немец, вдвоём мы пойдём к Египту через Ацтека. Я похилию, всё пойду. Это немец говорит? Да. А ты в танках? Да. Мне нужно немножко восстановиться, я кто? Сейчас вообще шарики идёт. Так, Ацтека, ты там нам тоже дай открытые границы. Что там, через Рим? Через Рим? Я, я Рим просто даже не от... Ну, как бы, мне не видно его, мне Ацтека видно. У меня дорога ведёт... У меня дорога? Дорога идёт вот через Германию. Мне как бы проще через Ацтека именно бежать. Ацтека я вижу. Нет, через меня неудобно будет бежать, там крюк придётся делать. Через Ацтека? Это Ацтек говорит? Нет, это через Рим говорит. Ну как? Крюк делать. Ну как? Подожди, крюк. Ты у тебя Медиалан, и прям можно на Мемфис и Рокидет туда прибегать. Тоже, кстати, не, это интересная идея. Там сразу... Это то же самое, что с Танаюки, на Нанмадол. Ну, кстати, Нанмадол имеет смысл, наверное, захватить. Я освободить. Как Плацдарм. Там-то как раз-таки дороги есть, а у меня к Египту дорог нет. А у тебя, Конго, есть право прохода? Чё-то я не понял, ты мне что-то не то выбросил. Это кто говорит? Так, Союз даёт право прохода. А, автоматный. Вообще, можно просто открытые границы давать друг другу, без дружбы даже. И всё будет работать. Можно, но зачем? Дружбу так... А, может, Ацтеку это не надо, я не знаю. Да, логично, что-то не понятно, ну, а не всё. Так, я готов. Так, у нас получается один пункт, седьмого забрал. Скипет, Коу, забрал. Грек. Всё, не понятен. Чё, чё, но у него нет? Три-четыре давно, который на улет? Который что? Ну, на улет. А, да нет. По-моему, два учёных и два инженера. А, вот. У Польши один. Ну, всё понятно, инженеры один и Польши один у грека. Ну, значит, инженеры улетают. А вот учёные... Учёные один и Польши один и Польши. Я вижу Грецию, Египту, Японию не вижу. А, в Японии 50%, плюс 50%. Ну, это... Ну, меня тут... Ну, не я улетаю. Это я могу сразу сказать. Там Египет. Чё там и командуете? Раз, два, три. Египет. Оу. Считаем? А, да ты делай, чё хочешь, Роз. Можешь ходить хоть сразу. Можешь ходить, Роза, Роза, Роза. Так, а где тут, ну, ещё один? Ну, тут я не так много войск. У Китая? У Египта. Ну, как, немного у него больше всех, вообще-то? Нет, я к тому, что в соотношении у него было 2000, я убил два корпуса, и у меня получилось 1800. То есть у него 10 корпусов? Получается 20. Итого. А, да, 20. Ну, это, ты знаешь, если 20 корпусов, то это много, по-моему. Ну, то есть, как бы, возле меня, грубо говоря, корпусов 10. Да, два, 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 три. Раньше какого? Два аэродрома. Ну, давайте ещё один построим, в принципе. Или ещё 10 хватит. Отстань, вы где поедете? Я не слышу. Вот, видишь меня, немного громко, скорее. Он спрашивает, где вы воюете? Мы воюем возле Врослава. Ничего смешного. Просто одно и то же, знаешь, по три раза. Ну, кто-то ещё не знает. Немец, ты пока не вмешивайся в войну. Я в родство забираю, и всё. Ты не вмешивайся в войну. Потому что у него Халецкий, который, блин, сейчас его подначивает, сам сидит там. У него жителей больше, соответственно, он весь в науке сидит. Он уже вышел дальше меня по техам. Подожди, это кто говорит? Египет кто? Ну, как бы немец может подтвердить, что я веду армию. Очень интересно. Халецкий, но немец все пока не путаю. Подожди, очень интересно. Союз заключитель и этот немец с Конгой. Чтобы потом, когда Конга будет улетать, немец не мог бы ничего сделать. Немец, ты просто сиди ровно и всё. Он нападёт на меня. Мне интересно, как ты говоришь, Египет, что Халецкий впереди тебя. Ты посмотри в это дерево технологий. Он быстрее вообще двигает. Так я могу сказать, почему я впереди в дереве технологий. Просто потому, что я иду в подводные лодки. Вот и всё. В компьютеры пошёл человек, ну да. В компьютеры и сейчас будут подводные лодки ещё. Я бы сказал, что сейчас будет культура переть. У меня не будет культура переть, я не ставлю ни одной карточки на культуру. Я, конечно, понимаю, что там компьютеры, но у меня по-другому в подводные лодки не выйти, извините. Давай, Вишна, скажешь, когда готов. Окей. Раз, два, три. Так, буровую вышку. Ну, буровую вышку я, наверное, нигде не построю. К сожалению. Что-то ты торопился. Не, я нажал, стреляйте, а он побежал через пол страны. Так, немец, направь меня, пожалуйста, как мне от Гамбурга лучше идти. Ну, я, вот смотри, видишь, мой танк под Гамбургом уже стоит, куда мне идти? Здесь дороги нет, здесь дорога есть. Чё я творю, господи? Короче, вот промка моя и потом наверх. Оставь его в покое. Сейчас запустим. Дай, провалчик. Короче, надо сверху от Гамбурга проходить, как я понимаю. Да, да, да. Там есть крова, наверное. Так, теперь скажи мне, Ацтек, куда мне идти у тебя. Брод слов. А я в танк, видишь? Так, ну тут, Блицкриг у нас. Вот. Не понял, как готов. Да, готов. Чё там, посчитай, кто-нибудь, Лёш. Раз, два, три. А что, у вас японец чисто уже с греком? То есть грек уже с другими со всеми замирился, да? Ну да, я тут афины чуть не мешали брать. Не, я согласен по поводу Джоэла, что вот то, как играет Кобс, это намного более правильно. Но, понимаете, есть ситуации, когда человек, он понимает, что он просто не может отбиться. У Кобс всегда был либо впереди вас, либо хотя бы на уровне, то есть он реально вам может что-то сделать. Джоэл отставал на целую эру от Египта. И есть ситуация, когда воюя против соперника, ты, наоборот, ему лучше делаешь. То есть прокачиваешь ему юниты, улучшаешь ситуацию и так далее. Особенно в пятой циве-то вообще, ну, офигенно было, потому что ты еще и генерала получаешь. Человек получает генерала, воюя с тобой, а у тебя юниты отставы. Ну сейчас, да, вот эти карточки поставили. То есть если ты со слабыми воюешь и войска не теряешь, то ты как бы плохой путь получаешь. Ого-го! То есть рыцарство не дает бонус танкам, да, строительство? Карточка старая. Старая, да. Естественно. А раньше так не было? Или всегда так было? Всегда так было. То есть мне надо было строить кавалерию, чтобы сейчас апнуть. Ладно, у меня, в общем, юниты закончились. Выхожу, пожалуй. Давайте, всем спасибо за игру. Спасибо за игру. Да, удачи. Это видео вышло при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, 2GIS запустили собственный навигатор. Удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о маневрах теперь работают и в 2GIS. Разработчики просят делиться впечатлениями, ведь ваши отзывы очень им помогут. 2GIS, если быть точным. На другом континенте. Смотри, кто пришел. Не получится. Смотри. Какой человек, да. Прям смотри, кто пришел. Сколько? Месяца 2 у него. А ты че, Вишневецкий, решил своим фрегатам на лодке нападать? Просто он плыл долго. Не возвращаться же, что папа. Ну да. Пока они были, короче, эпоха сменилась в целом. Вообще. Смешно. Моряки дальнего плавания. Да ладно. Построил дорогу, дайте на реке. На прямой лаганде. Че такое, Сандр? Да комп ходит. Откуда-то юниты появились. Нормально. Ну, купил, может? Мне-то нравится. Смешку спрашивал тебе. Считаем? Ты еще не готов? Да, я готов. Все, давай. Раз, два, три. Раз, забежал. А ты как хотел тебя ждать? Ну все, Вишнев, давай мириться. Это было не твое, ты это знаешь. Я, у меня теперь задача, гандить. Гандить? Гандить, да. Гандить, да. Я теперь буду гандить тебе. Вот так вот. Айтс. Так, граната. Причем, подонок взял, убил мне арту, грубо говоря, понимаешь? Которая была там одна. И ты просто бред. Генерала единственная генерала. Все-таки ацтекам нужно в войне лагеря идти. Вот так вот. так i hate you там у тебя чё по поводу атома вообще и кстати рим тоже но вы же вышли в расщепление ядра есть его не ура а у египта его территории полностью не вижу что что есть скажу а если я не изучил уран то я увижу него его нет ну один есть но не обработанный вот так а к вроцлаву это это к т а ее ехать или куда еще выше левее по-моему вроцлаву гайковат от него да 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 и подходи потому что там будет сейчас линия фронта смысла дальше не вижу ну я вон уже около шачи кальку как видишь у нас будет вот фронт находиться между тела тюканом это и правда он вряд ли будет нападать он будет сейчас скорее всего там соберемся силами вы в забейте на вроцлав его очень тяжело брать возьмите нам возьмите проще что-то начните нанмадол возьмите что-то это польские города там много этих самых дофига дорог которые спокойно потом виду да а потом вас план саде очень легко идти после нанмадола сам говори куда идти на на долго речи на западу военного лагеря там нет защиты там никакую нет захватили освободили шикарно там конечно 3 филин да бог с ним так наверно давайте усталость от войны уменьшим так иду на секунду и нападай так что он тут с континентами ну вообще вот тут я могу взлетную полосу построить кстати пожалуйста но то он будет на другом континенте выезжал к буровой вышке нету так и другом континенте то вот тут у нас что-то такое было вот быстрое развертывание а еще три аэропорта надо построить плохо начинаем не успевать блин я горга предупреждение выдумав пишет ваша трус трусость это попытка избежать кровопролития почему вы так легко задаетесь где ваша честь это что за агенду у нее такая не любит цивилизация которые капитулировали или не воевали вообще ну да это про меня а я получил повод для войны раз-два-три считаем каникадзе а у считаем 1 2 так слышите мы на 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 модул идем а 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 и а и плюс 5 тут было давайте тут три хоть получим двигаться куда ты вышел я не могу понять я смотрю что ты в атомной эре но не там где все смысле там где все нет я в ядерке меня еще не в ядерке урана в уранах он меня еще не урана меня он а кстати да уроне он рокет 3 изучил а это космонавтика думаешь ракетостроение пошел чудо но я вижу что он ракетостроение изучил закладки наука наведи на камикадзе увидишь камикадзе ты же знаешь что это путь никуда или у тебя там в этой версии какой-то другой есть план ты нам расскажи на фигу на пробуешь да да исследованы ракетостроение какой-то ведь научная победа зайдите научная победа и наведите все так смотрю урана стало больше ну это и наверное хорошо то есть действительно больше в принципе я смотрю стратических ресурсов стало больше так Блин, а тут этот рабочий, наверное, уже давным-давно построен. О, блин, никак не могу найти. Так, еще один аэродром нужен. Александр, заберешь на Долгород. В смысле? Ну, просто по-какому заберешь. Ты подарки, да, хочешь? Да. Я могу его... А я его могу освободить в этом случае? Нет. Если его заберешь... Просто, блин, если его заберет Леша, зачем он ему лишь в город нужен? А, Леша в этом освободит? Я тебе передаю город. Ты его либо возьми, либо потом отправь. И есть рюфеляком. Не, я не хочу. Давай не будем этой херней заниматься с передачи. Мне же передавали, правда. Не, ну, одно дело увидеть и осудить, а другое дело последовать этому примеру. Ну да. Тут еще разница была такая, что что ты хочешь город-то отдать? Ну, понятно, его и так, и так забирали. Не, он меня, может, хочет поддержать. Может, он... Не-е-е... Не, я просто не очень понимаю. Если мы нападаем на... На Египет, то какого фига ему кто-то тогда помогает? Это то же самое, что, типа, как греку бы кто-то помогал. А кто ему помогает? Нет, в том плане того, что... Религию пытался разносить. Это не я не греку помогал, а делал хуже японцу. Ну и помогал греку вдовес. Ну, это... Знаешь... Это... Додумать можно все, что угодно сверху. Немец, а у тебя есть какие-нибудь осадные... Пушки, типа? Что-то типа пушек. Так, банзу-конга. Кстати, лексине не нужно никому. Мне. Посмотри там у меня. Что ты хочешь взять? Нечем меняться. Да, кстати, а что у меня с ураном? У меня урана нету, что ли? Да, кстати, а что у меня с ураном? Фу, есть. Блин. На немец, зачем ты-то нападаешь? Пускай она порывается. Ты улетишь, пока он воевает. Немец не улетит, пока вы будете воевать. Ну, ничего туда немец. Это вопрос. То есть... А вот желаю победу. Почему? Почему? Немца свой план. Чем? Спокойно сиди в грантах, пока мы воюем. Ты как раз какой-то четвертый идет пятьдесят летом. Две науки ты в грантах быстро выйдешь. Все-таки штраф есть за войну. Блин, он не пропадает. Немец, так я не услышал по поводу осадных юнитов. Что-нибудь есть у тебя? Мишневецкий, только ты своими апостолами не лезь в Афины, а? Я тебя прошу. Я не лезу с лиги. Заметил, что я не обратил меня? Не, я к тому, что они занимают место. Мне объявить войну, их раздавить или что? А что они здесь делают? А ты можешь объявить войну? Да, тебе да. Нет. В смысле, чтобы давить его апостола? Да. У нас не все религии основаны, типа, да? Пушки едут снизу. Это кто говорит? Здесь, книжка, это в толще. Не, я просто к тому, что они по единственным действиям. На линии фронта они. В этом случае можно отправить. Да, я тебе не мешаюсь, пробежался мимо, я что-то прям разошелся. А, хейт, то есть пушки едут снизу к нанмадолу, правильно я понял? Не, я к тому, что там один был, потом еще один подбежал. Сейчас они стали возле Афин. Они убежали, но все убежали. А, ну так просто беги чуть выше, левее там, ну, не рядом. Ну, я нажал им просто убежать на направление, они уезжали. Ну, я, в общем, тебя попросил, убери их оттуда. Хорошо. Рим, ты там что, будешь атаковать или что? Рим? Рим пока офигевает от того, что у него остались бонусы, то есть штрафы от войны. Бонусы, бонусы. У меня в этом франции минус 10 довольства от усталости из-за войны. Ну, отлично. Просто я не знаю, если ты 3-й, 4-й, точнее придешь, но это уже перебор будет. То есть как бы и так непонятно, зачем немцы это надо. Сижу страдаю на самом деле. Счастье 0. А если, допустим, Египет запилить, кто следующий? На пределение. Не, немец, я понимаю, ты бы побежал, знаешь, там, территорию пограбил. Там, ну, такую помощь оказывал. Зачем тебе военные действия делать, я понять не могу. Ну, у него армия есть, что ему сидеть с этой армией просто тратить деньги на нее? Да, так потом он тебя и распилит после этой войны, вот и вся армия. Ну, так он же не будет ее, видимо, сливать. Я так понимаю. А еще и карточки у него там на это, да. Я вообще не понимаю, Камикадзе, что ты так сполошился? Ты же лидируешь по науке. Ну, Грек, он спокойно принял свою судьбу. То, что ты там идешь в ракетостроение, ну, это ж твой косяк, а не... Я же, блин, я же как бы угараю, но немец просто, это вот это вам понять. Зачем войну? Ну, может, у него какой-то план есть свой? Может. Что, какой план? Ну, план на победу, я не знаю. Ну, вот карточки, ну, он же озвучивает тебя. Почему нет? Он хочет, я так понимаю, буст получить карточек. Он ни о чемный бустер. Я пытал, я думал, он тоже хорошо упадет. Ну, хрена себе ни о чемный. Мы тут смотрели, что получается из этого ни о чемного буста на примере Грека. 100 культуры с одного. Нормально, что, ни о чемного совершенно. Так, нету тематического бонуса. Поним, что есть одна античность древнего мира. Тут все древнего мира, древнего мира. К сожалению, только вот с этим надо будет потом меняться. Движник, кстати, команды на старт не было вообще. Настополит. Я в чистом ответ. А, ну, кстати, я уже не могу считать. Там кто-нибудь, давайте другой. Я могу считаться. Все время, ты когда готов, говори, все. Да я готов сразу. Я, наверное, самый первый загружаюсь вместе с Димкой Бао. Так что я, собственно, с самого начала хода готов. Так, я расщепление ядра открыл. Космопорт надо строить все-таки. Что-то давайте возьмем уже вот эту фигню на туризм. Больше тут ничего нету на туризм пока. Но, вот смотрите, мы, получается, грузились давно, да? У меня не лагает меню. Нету такого, как в прошлой версии. И это приятно. Это даже очень приятно. Так, пошли. Гранты, следовательские. Черт. Умилая табана. Гляньте там у меня, потому что я воюю чисто. Не, я не успеваю. Все, поединяйте то, что может быть. Вообще-то, а тебе табак не нужен. Жалко. Кто там говорил, кому табак нужен? А, они мне табак есть. Вот. Да я тоже самое сейчас посмотрю, вроде как у всех все есть. Это очень печален. Вот, правда, иди ты, но и мой с ними не хочу трогать. Он против. Ты, Арин, ты как группа. Ну, ты, ты, группа. Нет, нет, ты был мне как брат, вот так надо говорить. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Улучший. Не, в принципе, я согласен отменять. Три ресурсы на антин. Я кстати... Давай банали. Три. Кстати... Ацтек. 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 Ну, я нанмадол огружил, мне собственно нужна поддержка осадных юнитов. Просто, если я танки и буду его лупить, то... Я, конечно, могу лупить, но это не прикольно. Германия, ацтеки, посмотрите там. Чуть всего. Горга, вот отказывайтесь, потому что это торговля с компьютером. А давай вот так еще, по одному часу. Я тебе предложил один на трех, ты сам кинул мне предложение. Понятно. А я смотрю, реально у всех столько люксов. Нормально. Подожди, подожди. Я сказал, я тебе меняю три к одному. Ты согласился, сам кинул мне предложение. Какие ко мне претензии? Чё-то камикадзе вылетел. Да. Фу. А, ну всё, я здесь что-то бесплатно. Нет, а тебя со стима не выкидывало? Ну ладно, можно что-то я зашел и еще попал в пресс. Нет, ты в нашем лобби или нет? Ну в смысле, у нас появилось сообщение, что ты в игре в Цивилизации 6. У меня вопрос, ты в лобби, в своем, может игра раздвоилась? Я вижу вас все. Отлично, это хорошо. Не, ну просто как бы в чате не писалось, что связь разорвана, что странно. Нет, не писалось, но связь была разорвана. Связь была разорвана. Или потому что человек запускал циву заново? Все потому что он улетает первый, то мы рвем с ним все связи. Я вообще в туалет уходил, я же сказал, что я в туалет уходил. Прихожу. Не говорил. Нет, видно, разорвался, когда пошел в туалет. Хорошая. Удачно сказать нефть. Можно это так сказать. О, я наконец-то 800 на нутролиста накопил. Сейчас я как построю нацпарк один. И как тебя пойдут, ребята сразу сносить? Каза, я готов. Давай, считаем. Дождите, маленькая сгорода. Занимайтесь. Че-че-че. Че-че. 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 Ув... Блин, ну короче, мне походу негде нацпарк строить. Ну там нужно, чтобы были необработанные клетки, ну это тяжко. Так вот, мне, по-моему, в моде они сделают что можно и не обработала какие-то определенные. Ну смотри, у меня есть, например, внизу необработанные клетки вообще джунглей. Я понятия не имею где-то. Жаль. Я из Минска. Ага. А, это Муты из Конга. Ну, это конголесский город. А, ясно. Ну, а если престиж, может, недостаточно престижа. Кстати, престиж, это должно быть престижное место, действительно. Там 5,6 должно быть или только 6? Что-то от 4 даже кажется. Вот это не помню. Нет, по-моему, меньше, чем 4. Ну, вот, например, если кто видит мою Мбвилу, то сверху от нее у меня есть, как минимум, 6 клеток. 6 престиж. То есть, по идее, может, у меня просто сейчас ходов нету, может, поэтому он не строит. У тебя должны все эти клетки принадлежать одному городу. Может быть, и никто не принадлежит. Да, они все одному городу. Одному городу. Не знаю, ты. Что, мы считаем? Да, я готов. Раз, два, три. Да, я что-то протупил позу назад. Да ел, отставь его в покое. Нет. А как же беги, Форест, беги. Ну, сейчас Форест уже не бежит. Если бы бежит, то только ко мне. Мне нравится, объявляет тебя, но у тебя только одна функция. До свидания. Нельзя оскорбить как-то. А еще вопрос. Банза будет строиться на тайле, где я сам высажу лес? По идее, да. Вам даже на джунглях строить. Нет, на джунглях и на лесе. Это мод, или так было? Нет, это в ваниле так было. Ну, потому что, сам представляешь, что бы иначе было. Если вдруг внезапно Конга оказалась не в этих. Нам, отстакам, непонятно. Какой-то непонятливый. Зачем ты грабишь? Да, бесполезное там строение. Так, всеми торговцы бегают. Конга, 561. Жители. Да, только я в отличие от тебя в ракетостроении не вышел. Почему мне шпионы не прокачиваться, ничего не могу понять. Золото воруют, воле. А у них, по-моему, только одна прокачка. Какая? Ну, первая. Да нет никакой, 0,7. Стоит и все. Ни разу еще шпионы не прокачивал. Кстати, да, я тоже как-то не прокачивал. Я вообще не умею шпионами играть. Я даже часто их не строю в игре-играх. Не, я вот как-то раз повровал в одну игру. Блин, я понял, что это круто. Да, тут три, до трех прокачек. Три прокачки и все. Но три прокачки это круто. Третьего уровня шпион будет практически все делать вообще. Я не знаю, я выше первого ни разу не поднимался. В смысле, его поймать будет нереально или что? Ну да. Ну, конечно, если вы будете ловить шпион тоже третьего уровня, в принципе. Все возможно. Прямо шпионская история. А если там еще, знаешь, берешь прокачку, типа там, на Ростотехнологии или на этот, саботаж промышленный. То есть он мало того, что третьего уровня, он еще и сверху еще два уровня получает. Каждый уровень это определенный, этот, шанс на успех. Сори, походил. Ты-то колебал уже. Там, конечно, уже серьезно идет и посередине. Это не шутки. Все-таки есть один нацпарк возможность построить. Ты мне должен круто. Пример не нужен. 2,10. Подвисли, что ли? Да. Ну, нет, все. А, нет, блядь. Война? Ну, на Мадул. А, нет. Вроде все нормально. Карфаген объявил войну. Там... Он кого-то засоюзил? Да, Афины пали. А, Афины пали. А, Афины. Ты напал на танк в отместку? Да, я там ничего не делал, господи. Ты все равно этот город не захватишь. Немец, а ты видишь город? Или мне надо отойти? Хорошо. А это одна у тебя только будет? А сейчас меню производства от одиночной армии. В смысле от одиночной единицы до армии. Там все заново пойдет? Да. Кстати, а тут пофиксили, я не знаю, кто-нибудь видел. Вот я, например, строю армию танков, да? И открываю современных танков. В прошлом моде было, что апается до современных танков, но при этом начинает строиться не армия, а одиночный юнит. Я, по-моему, еще такой как раз-таки тоже видел. Помню по пикси. То есть, ну, производство теряешь на ровном месте? Ну да. Что-то я сюзерен силула. Прям. Что, ходим? Раз, два, три. Да я там уже выстрелил по этому раз. Так бы я так понял, уже все ходят. Ну, слушай, я там тоже, типа, не жду. Потому что, по-моему, у Нан Мадолы вообще пофигу. Не, 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 ты жди, потому что у меня там в танке стоят под боком. Я могу в любой момент ударить. Это кто говорит, Египет? Да. Ну, ударь. Ударун. Так. Что тут на Мадол так нет, не берется? А Немец, что не нападает? Нападула с Канемец. Он сейчас нападает, он сейчас будешь пушками обстреливать. Просто у нас там только танки, никаких пушек не было. А, вы как бы не тратили единицы. Ты ударил танком, прокачал, отбежал, нет? Нет, он много снимает. У меня где-то четверть написано, снимает. Ну, полечится чуть-чуть. Так, а в чем прикол? Прокачка юнита, нет? Да они мне и так третьего уровня все. Я не знаю, сколько он-то будет прокачивать с таким образом. Просто я потеряю силу. В любой момент может... Ну, у тебя танки-то первый уровень. Он тебе имеет в виду, что ты прокачаешься, у тебя он первый, второй уровень. Не. Не надо Египет подначивать. С полной силой они будут полностью бить. Надо снять немножко силы, и город захватывается за один ход. Я сейчас послушаю вас. У меня будут танки еле хилые, и Египет их добьет сразу. Кстати, играл за американца, включил олигархи. Ну, правда, в ванильной версии. По 10 опыта шло. Ну, как бы. У них же там бонусное наследие, и накопил, короче, опыта там 80%. Ну, а там немало идет. Ну, это американцы. Чего ты от них хочешь? Ну, вот, американцы прокачивают таким вообще очень хорошо. И у меня там практически все были последнего седьмого уровня. Ну, правда, я с компьютером играл там, практически он не убивал на юниты. Тут тоже не та история. Ну, для того, чтобы прокачать до 80%, это надо все время сидеть в олигархии. Ну, как, это 80 ходов, до 100-го хода, грубо говоря. Я бы сказал, что это спорное решение. Да, кто там стреляет уже, ребят? Слышу, зло, елки. Вишневецкий, ну ты в натуре заколебал. Ты просто ничего не делай в начале игры, в начале хода. Чего ты ходишь? Парк готов. Преапостолы что-то побежали. Всякие непонятные апостола. Ну, чё там, ты загрузился, Египет? Да, ну подождите, мое. А чего мы ждем? У меня правительство. Не, ну слушай, ну ты используешь механику игры на свою пользу. И что, ну ты подождать не можешь, что-то, по-моему. До этого воевали все там что-то делали. Дай мне еще секунд 40. Начинает. Так, композиты. Видим, ракетостроение. Улучшенная авиация. Спутники, робототехника. Оп-па. Чё-то, походу, я проиграл. Ну, конечно, проиграл. А ты кинул, в сказку попал. Да как-то все так хорошо шло. Последние три хода. Хорошее уточнение. Не, ну, я начал у него громить все, и тут, хоп, современные танки. Мимец, надо поспешить с обстрелом Нон Мадола. Тут современные танки приехали. Ну, заберете его Нон Мадон, он ничего не дает. По-моему, надо просто поспешить. Я просто армию оттуда не говорю, ем. Это будет наш плацдарм для дальнейшего наступления. Мы тем более в коммунизм. Пошли воевать. Нет, у меня современный следующий ход. Но я же... А, ну да, мы забираем Нон Мадол, и я сразу апаю в современный. Точняк. Да, точняк. Давай, надо следующим ходом брать. А у тебя тоже современные танки, да, конды? Нет. Я ищу кавалерию даже не открыл. Ого. В смысле кавалерии нет уже? Ну, что-то пошел по верхней ветке, задумался и вообще как-то провтыкал. Можете помочь? Помоги, дай денег. В смысле литературы, это наука. А это само собой. А инженер, зачем форт тут поставишь сразу? Да, ну и так. Так, он будет запечатлевать ваше поражение в мемуарах. Кстати, шедевры же я хотел древнего-древнего античности. Только поставим на будущее. Невецкий пункт. Начнется пункт. Невецкий пункт. Невецкий пункт. И все, и все будет нормально. Варвары. Как раз когда ты поймешь, что ты сплатишься за мышку, а тут таймер. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение завтра или через день. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.